Приветули всем, ребята! С вами Лизка с корицей. Сегодня мы повторим светильник из Pinterest с грибочками. Нашла эту идейку в Pinterest, такого ночника-светильника. Мне безумно понравился он и показалось, что он легко делается. Пришлось, правда, что-то еще дозаказать на Wildberries, найти бревно. Ну, это мы, я думаю, что вставим. Вот, было очень смешно, как мы искали это бревно. Тут будут фоточки и видосы того, что мы сейчас будем делать. По-моему, идейка очень прикольная и легко делается. Такой светильник называют еще Meshroom Lights. Если в Pinterest забить, то там много вариантов таких светильников будет. Мне очень понравилось здесь именно, что грибочки, они такие разноцветненькие. Ну, короче, не знаю, выглядят, по-моему, очень сказочно прямо-таки. Попробуем сегодня сделать. Мне кажется, быстренько сделаем. Там самое главное клей-пистолет иметь. Кстати, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал, который называется Лизка с корицей. И если, кстати, будете делать такой же светильник, то тоже скидывайте нам его в телеграм. Также там мы с Глебом сделали эмодзи, премиум и стикеры вместе с нами, с нашим котиком Микки. Так что добавляйте их к себе и подписывайтесь, да. Ну, еще на YouTube-канал подписывайтесь. Знаю, что вы смотрите многие без подписки. Так что жду от вас подписочки. Погнали делать Pinterest-штучку. Давайте посмотрим еще раз видео, которое у нас есть, по которому мы будем делать это все. Знаете, когда я вот смотрю, мне нужно это делать уже, мне кажется, что это сложно сделать. Я что-то как-то думала, что это легче сделать. Ну, ладно, ладно. Нормально, несложно, да. Давайте пройдемте по тому, что нам понадобится. У меня, в принципе, это все на столе выложено на подоконнике. Смотрите, самое главное, что нам понадобится, это бревно. Как вы думаете, просто, ну да, бревно? Мы его нашли недавно, идя просто домой. Вот мы вспомнили, что нам нужно бревно для Pinterest-штучек. И волшебным образом, видимо, эти, как их, извините, кто пилит деревья? Садовники, дворники. Они, короче, напилили целое дерево. Мы, правда, огромную такую ветку взяли, потому что там непонятно было, как по-другому. Потом мы это пилили. Вот на балконе пилили пилой. Но если вы будете там пилить, ребята, все это осторожненько все делаем. И потом мы мыли это бревно, потому что, ну, ребят, на улице непонятно, что там вообще, какое оно грязное, не грязное. Вот мы его помыли, высушили на солнце, потом мы его еще шкурили шкуркой. Так что у нас оно полностью готовое к Pinterest-штучкам. Здесь можно прям увидеть, да, что оно, ну, то есть, прям такое фактурное. Я не знаю, что за слово такое. Поэтому бревно готово к действию. Вот с него, правда, что цепится иногда. Ну, это же, ребята, бревно, настоящее бревно. Ну, я подумала, как-то на телефоне неудобно смотреть, на самом деле. А, ну да, дальше нам понадобится мох. Ну, не то, чтобы дальше, в целом нам понадобится мох. Это стабилизированный мох. Мы его заказывали на Валберис, он что-то рублей 100 стоил, по-моему. Артикул я оставлю в описании видео. Еще цветная гирлянда. Сейчас, я даже не знаю, она, по-моему, называется даже не гирлянда. А, нет, гирлянда Росана круглых батарейков 5 метров. Давайте ее, кстати, откроем. Я не проверяла, работает ли она. Артикул тоже оставлю внизу. Она стоит, по-моему, даже, ну, 100 рублей, либо меньше 100 рублей. Она потому что вот такая малисипусечка. Это нам уже не нужно. На пол кидаю, почему? Вот такая вот красота. Не знаю, надо ли ее сейчас распутывать. Давайте вот эту штучку вынем, чтобы батарейки работали. И проверим, горит ли она вообще. Как это включить? Она не работает сейчас. Что надо сделать? О, ура. А она, у нее разные эти. Прикиньте режимы. Я в шоке. Я думала, у нее один режим. Она еще с режимами за 100 рублей-то. Ребята, у нас будут грибочки мигать. Ладно. Нам, то есть, вот это нужно будет. Потом клеевой пистолет с вот этими вот, как их... Ну, это сам клей, как бы, клей в палочках, да. Вот, потом вот такая странненькая палочка. Это, чтобы придерживать что-то там клеевой пистолет, чтобы там... Ой, клей от клеевой пистолета. И вот эта бумага какая-то. Я не знаю, получится ли на этой сделать бумаги. Но нам нужно будет шапочки у грибочка делать. Ну, короче, сейчас все увидим. Сейчас все узнаем, увидим. Давайте еще раз посмотрим видео. Первым делом она кладет бревно, да. И вот эту гирлянду мы будем... Давайте клеевой пистолет нагреваться поставим. Нам бы, конечно, покрасивее клеевой пистолет для видео купить. Ладно. В общем, быстро она делает. Ничего не вижу, непонятно. Короче, приклеиваем вот эту гирлянду. К бревну на клеевой пистолет. Вот, вот, вот эта вот фотка. Вот, вот это прям нам нужно. Даже за скрынью, на всякий случай. Вот так поставлю. Не знаю, зачем я себе поставила. Ну ладно, это у нас нагревается. Так, а вообще вот это, кстати, куда будет прятаться? Ну, где-то сзади, да. Вот так, наверное, будет прятаться где-то. А зад? Где у нее зад, где перед вообще? Как у нас будет бревно лежать? Ну, вообще, наверное, вот оно уже так вот и лежит. То есть, так оно и будет у нас лежать, значит. Потом, вот это тогда будет вот здесь. Хочу сделать все красиво, так сказать, подобающе. Вот так приклеиваем полосочку, потом делаем вверх, потом предполосочку вверх, да. И потом обливаем клеем-пистолетом все эти полосочки. Ладно, я примерно поняла. Ой, клеевой пистолет почему-то льется туда, куда не нужно. Я, кстати, думаю, я сейчас буду вся в этом клеем. Давайте. Была, не была. Вот у нас первое вот здесь приклеим. Блин, господи, что-то я боюсь. Во-первых, вот это как-то надо убрать. Ребята, а что происходит? Мне кажется, сейчас что-то не так должно было это быть. Вот это, короче, вот сюда должно приклеиться. Все. Вот эти нитки от клеевой пистолеты, я не понимаю. Ой, как он хорошо приклеился, кстати. Я еще подумала, мне кажется, что вот я обычно наклею пистолет, прям, когда он горячий-горячий, что-то клею. Ой, вот так вот должно быть, ребят. Вот так вот должно быть. А я подумала, что если клеить на теплый, то он как-будто быстрее схватывается. Не знаю, мне кажется, что так лучше даже. Ой, господи боже. Давайте еще клеиваю пистолет сюда. Ой, клеят. Что-то, может, ничего не отклеилось? Там вроде бы его много, и мы вроде как мхом должны будем закрыть половину. Кстати, мне теперь кажется даже, что мха мало, но я думаю, мне кажется. Подожди, мне же видно, наверное, что я сел. Блин, что вот я сейчас наделала? Твою мать, блин. Ладно, давайте дальше. То есть у нас вот тут может вот так, да, а потом вверх должно пойти. Вот сюда давайте так. А, слушайте, а 5 метров? Это вообще сколько? Может быть, нам надо вначале размотать ее? Я сейчас подумала так. Давайте размотаем ее. А то непонятно, может быть, сколько у нас грибов-то получится. Мы же ее обрезать не сможем. Ладно, давайте оставим эту затею. Просто нормально. Все у нас нормально. Так, вот сюда клею пистолет этого. Как я поняла, лучше как будто бы подождать, пока он чуть-чуть высохнет. Не знаю, это мои такие мнения. Ладно, давайте уже пихнем туда. Вот, запихнули. Ждем. Прикинь, мы тут выяснили, ну, с подписчиками, то, что у нас три режима гирлянды. Да. Никто не знал, не гадал, что за 100 рублей такая имба. Так, вроде клеится, приклеивается потихонечку. Все испортило. Да нет, нет, нормально, нормально. Теперь вверх давайте. У нас будет сейчас первый гриб как бы, да, вверху. Мы потом еще это должны будем залить прямо этим клеевым штучкой. Да, это нелегкое это дело. Я что-то думала, что мы это быстренько так сварганим. Вот, типа, первый гриб. Теперь мы что-то тут проклеиваем все. И вообще еще нужно вот так вот как-то лечь. Я не знаю, надо это делать сразу или потом. Как будто бы, знаете, все время нужно ждать, чтобы он высох. А, ну, как будто да. Я вот, давайте попробуем вот здесь. Попробуем сделать шапочку для гриба. Это прикольно, на самом деле. Ну, вот допустим, да, такую маленькую. И надо тоже подождать, пока она высохнет. Ёлки-палки, все в этих ниточках. Да, долго мы будем с этим грибом, ой, бревном возиться. Что-то клей долго сохнет. Мне казалось, он секундный. Что-то он не сохнет вообще. Что-то у меня все разваливается. Я пока попробую пораспутывать вот эту штуку, что ли. Сохнет? Нет вообще? Что-то я... Глеб, как будто он долго сохнет, пипец. А, не высохла шапочка тоже. Ничего не сохнет. Очень долго. Я просто стою и жду, пока с высохнет. Я хотела вот тут вот сделать такой длинный гриб. Вот такой будет. Так, давайте вот этот проклеим. Вообще можно проверить, работает у нас еще гирлянда или нет. Да, прекрасно даже. Ой, а кстати, у нас и кончилась палочка почти. Сфокусируйся, please. Я тебе сейчас... Да, на... Ну ладно. Он не хочет вам показывать эту штуку. Ну, это действительно странная штучка, но... Ребята, получилось. Сейчас тогда наделаю таких шляпок. Вот, то есть должно быть... Ой! Все починило. Короче, вот, шляпки получаются. Давайте прям побольше. А, у нас только сейчас закончится. Нет, давайте... Он просто сейчас закончится на самом нужном моменте. Там нужно шляпку делать, чтобы она прям, ну... Так, давайте вот тут сейчас будет у нас еще гриба. Да как же так он долго клеится-то? Пальцы быстрее приклеиваются. Ну ладно, давайте... Была не была. Мы попробуем сделать шляпку. Ну да, да, да. Я так и думала. Конечно. Вы именно в этот момент должен был закончиться. Да, да. Ну... Без контролев. Ну, маленькая шляпка. Я не знаю. Используем мы ее, нет? Мы, короче, должны сейчас вот что сделать. Взять вот эту. Вот это. Странная штука. Это я, кстати, их так скрепила, чтобы было удобно. Я думаю, ой, у меня хотя нет их много-много. Так, эту резиночку я... Сюда пока положу. Нет, на пол положу. Вот это мы сюда запихиваем. И когда мы будем так пропихивать... Там, надеюсь, вам хоть что-то видно. У нас сейчас польется шляпка. Видите, да? Что-то гарю какой-то запахло. Надеюсь, он не взорвется, кстати. Наверное, он не предназначен для такой долгой работы, кстати. Так, сейчас вам, возможно, будет не видно, но... О-о-о-о-о! Его на мать! Я, если что, на кнопку вообще не нажимаю. Сейчас нажму. А-а-а, пофиг тут. Нажимай, не нажимай. Вау! Уф! Ребята, уф! А я поняла. До меня на середине... Повезло, повезло. Поняла, до меня до середины бревна дошло, что если я меньше клея буду поначалу клеить, а потом могу уже больше проклеить просто, чтобы оно быстренько приклеилось, и все. Ну, здесь слишком мало клея, ладно. Ой, зачем я на вас дую? Надо на себя дуть, чтобы не жарко было. Ребята, напишите, сколько у вас градусов в комментариях. У нас плюс 29 вроде должно быть. Ну, жутко. Жутко жарко без кондиционера. Не могу остановиться, не могу. Давайте, Людки, это распутаем. Меня это уже задолбало. Я зато хоть подвигаюсь чуть-чуть. Просто как-то распутаюсь. Знаете, положите, чтобы оно тут на полу как-то вот лежало, как змейка. Все будет хорошо. Ну, правда, наверное, опять запутается. Ну, это уже другой вопрос. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Спасла. То бишь, я спаситель. Ну, у меня даже половина... Давайте-ка клея пистолет выключим. От него дым пошел сейчас. Она реально интересная. Я ее распутала. Я распутала эту штуку. Включаем обратно клеевый пистолет. Давайте еще шляпку сделаем. А, у нас... Ну, конечно, я всегда хочу делать шляпку, когда заканчивается клей. Ребята, напишите в комментариях, получится имба или нет. Я уверена, что... Бля... Да, если клеевый пистолет выдержит набора. Так хочется, знаете, вот мороженку какую-нибудь. Ванильная, может. Нет, фисташка. Фисташка? Хочется... Фисташка, на самом деле, хочется. Напишите в комментариях, любите ли вы мороженое. И какое? А-а-а! Обожглась. Прикольные такие. Давайте еще раз проверим, горит. Горит. Пока что горит. Так, я доделала ножки у грибов. Теперь буду делать шляпки. Шляпки заранее мы с вами уже купили. Ну, короче, сделали уже заранее шляпки. Вот, вроде бы я считала, что мне их хватит. Кстати, ребята, я обожгла палец. Вот, неприятно. Сейчас помажем чем-нибудь. Аккуратнее, с кривым пистолетом. Давайте приклеивать. Ой, смешной. Прикольно. Получается красиво, по-моему. Нужно выбирать только, выбирать какую шляпку. Но это смешно будет, если она такая маленькая. Давайте я их всем оторву, чтобы не шуршать. Отлично. Я все оторвала. Теперь они в этих, в нитках. Надо еще нитки убирать. Ребята, как же мне? Мне уже плохо. Очень жарко. Очень жарко. И мы с закрытым окном снимаем, потому что шумно за окном. Чтобы вам звук был лучше. Понимаете? Все ради вас. Тут, если что, грибы, их можно двигать вообще в разные стороны. Как хотите. Вжигаюсь. У меня шляпка от горячего клея прожглась. Насквозь. Тут все, тут все. Я много, наверное. Вкус виллу в ТГ нашей снимает здесь в Ольге. Ты сейчас реально? Да. Офигеть. Что, это значит, что мы их амбассадоры? Ребята, я вроде бы закончила. Они должны еще вообще чуть-чуть подсохнуть. Потому что я что-то нафигачила. Там много всего. Но, по-моему, выглядит круто. Давайте попробуем включить. Ну, при дневном свете, я не знаю, вообще, вам что-то на камере видно или нет. Но я думаю, что в темноте это должно выглядеть красиво. Я на это очень сильно надеюсь. Вот. Сейчас Глеб будет мох приклеивать. Потом еще нужно будет сделать вам ночной подсъем. Быстрее, быстрее, быстрее. Теперь будем с вами клеить мох. Сейчас быстренько поклеим, я думаю. Ну, хотя это, наверное, так кажется, что быстро. Берем мох с Валберис. Я думаю, ссылка в описании будет. Как обычно. Вот такой мох. Мы его много раз уже заказывали. Он хороший, вот недорогой. Так что заказывайте, тоже классный. Вскрываем. Ой, пахнет компотом сухофруктов, кстати. Он у нас разных цветов. Типа, не одного оттенка, весь зеленый. А вот где-то светло-зеленый, где-то темно-зеленый, где-то обычный. Ну, чтобы так поинтереснее было, мы поэтому специально такое выбрали. Вот, значит, буду клеить тоже наклеиваю пистолет. Вот. Там по видео не прям очень много мха нужно клеить, то есть не прям толстым слоем. Мы еще подумали, что вот эти вот штучки на бревне, там, где светодиоды, мы не будем заклеивать, чтобы... Ну, оттуда типа тоже свет разноцветный шел, было бы более прикольно. Значит, берем мох. Давайте первый кусочек. Почем клеить пистолет. И давайте, допустим, вот примерю сейчас, ну вот сюда, да, куда-то. Ну да, в принципе, выглядит хорошо. Давайте сюда и приклеим. Тут светодиодов никаких нет, ничего не закроем. Наношу, значит, на бревно. Самое главное, чтобы у нас включались еще фонарики после этого. Палочку заднюю чей-то фонарик. А, угу. Прямо здесь. Да мне прям много-то и не надо. Мне нужно немало. И кладем вот сюда. Ну да, уже сразу стало красиво, по-моему, очень. Ой, вот это, конечно, нитки вот эти-то, как же они мне надоели. Вы можете, в принципе, использовать для мха клей ПВА, я так считаю. Потому что, во-первых, не будет ниток вот этих, во-вторых, так проще, но он просто засохнет у вас не сразу. Сразу вы не сможете включить, у вас будут там некрасиво белые разводы. Вот, а так можно, в принципе. Давайте дальше сразу. У нас же такого же цвета, да? Давайте вот сюда куда-нибудь, чтобы у нас везде разный цвет был. Ой-ой-ой, нитки, да что за... Ну как же надоели эти нитки. Их потом еще отрезать будем. Ну или отрывать просто. Ой! Обжегся. Так, теперь давайте вот сюда, с этой стороны. Под съем какой-то происходит. Ну это для рилс или шортс. Или лайк, или тик-ток. Че там, ребят? Ай! Вот поэтому где-то лучше ПВА. Но мы все равно продолжаем клеить клеевым пистолетом. Ну не настолько больно же, чтобы прекратить. Давайте с другой стороны начнем делать уже. Вот, если что, потом вернемся к той, подклеить что-нибудь. Кстати, ребят, отвлечемся на секунду. Мы недавно заказали на Яндекс.Маркете вот такую классную ленту у него новую, которую можно повесить, знаете, вот так, типа, как в Пинтересте картинки. Ну тут ставим зигзагами вот так на стены, там, на потолок. Вот, она, типа, переливается прям цветами разными, как радуга, очень красивая. Тут в комплекте прям, типа, все идет, сразу и пультик вот, и крепление, и крючки, и клей, и лента. То есть можно сразу взять, повесить, и ничего дополнительного не заказывать. Ссылка на эту неоновую ленту и другие похожие товары будут в описании к видео. Так что обязательно заходите, заказывайте на Яндекс.Маркете. Так, мы уже практически доделали. Тут осталось вообще немного. Вот сейчас последние промежутки доклеиваю. Вот, по-моему, очень красиво уже получилось. Ну мы сейчас еще лучше сделаем, потому что еще подклеим там вот в местах, где еще виден клей. Вот, допустим, вот здесь. Практически готово. Осталось уже немного. Вообще, я думал, что быстрее намного это сделаю, но нет. Сейчас вернусь вот к этой стороне, чтобы вот здесь посмотреть еще, где промежутки остались. Я думаю, что все. Мы все с вами сделали. Осталось только отрезать некоторые клеевые нитки от грибов, от этого мха, потому что они немножко мешают. Вот так вот получилось. Отрежем, да, еще клеевые нитки, сделаем под съем, под музычку там в темноте, как они говорят. Вот, но пока так. Вот такая вот красота, мне кажется, это прям новым имба. Вот обязательно повторяйте, скидывайте в ТГ. Сами знаете, какой. Лиск с корицей, кто не знает. Там будем вас смотреть, лайкать, отвечать. Очень классно. Мне кажется, получилось. Так что вот обязательно это делайте. По-моему, это просто имба. Вот такой классный волшебный светильник у нас получился. Если будете тоже делать, обязательно скидывайте в Телеграм-канал, который называется Лиска с корицей. Жду от вас фоточек обязательно. Также у нас есть там премиум эмодзи и стикеры, которые мы сами с Глебом сделали. Можете их к себе добавлять и пользоваться. Кстати, еще можете поделиться этим видео с друзьями. Ой. Кстати, можете еще поделиться этим видео с друзьями. Буду вам очень благодарны. И они узнают, кстати, что можно сделать такой классный светильник. Всем пока-сики. Ребята, кто досмотрел до этого момента, пишите слово бревно в комментариях. Вот там. Микрофон бы выключить как-то сам. Ну, то есть... Да, получилось. Угу. Все? То есть да. Не знаю, зачем я себе поставила. Ну, ладно. Это у нас нагрешается. Я тебе сейчас дам. Да, она... Он не хочет. Ну, ладно. Там не видно, что я делаю. Да не. Так, все, начинаем. Блин, долго еще пипец, кстати, Глеб, я не знаю. Жалко, камера на жаре. Хочешь лучше, чем Таймлапс? Давай, наверное. Вот поэтому где-то лучше ПВА. Круто. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Норм? Круто. Круто. Выключаем камеру пока, да? Да. Только когда ходишь, там... Ну, ты видишь, за камерой трясется, поэтому осторожно. Кстати, можете еще поделиться... Ты свет закрыл чуть-чуть, я вижу, как будто... Ребята, кто досмотрел до этого... Ребята, кто досмотрел до этого момента, пишите слово... Ребята, кто досмотрел до этого момента, пишите слово, что... Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах